значит сняли тормозной цилиндр потому что он в коллектор упирался делаем загибчик немножко дальше все это пирамида была ухо немного подчистили увидели то что на двух болтах был эти люди прекрасные которые делали третий не угадали третье отверстие разобили раз всю машину конченую сделали пусть еще тормозной цилиндра держится когда нажимала нажимали тормоз на рассоединялась она временно пока делаем так чтобы ничего не касалось когда дисковые тормоза поставим если будет хватать этого цилиндра то ставим так в общем переделаем крепеж под рулевачку срезали эти вербищные косыночки недоваренные ни до чего хочу показать вам вот как варили тут чуть свернули пробел чуть-чуть подварили с этой стороны свернули 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 и вот такой пробел мы сейчас здесь металл доточим варим все здесь все проварим здесь косынку дадим с этой стороны закроем тоже толстым металлом так чтобы на верочку добавили одно ухо сверху дурелевого с толстого металла тоже это будет сверху снизу крепеж и оба прям слева справа вот косыночки повырезали уже нормально попроваривали старый металл эту косынку доточили чтобы до рамы хоть доставало я честно говоря вообще не знаю зачем они надо были если они просто к этому металлу были приварены как раме не доварены они ничего не несли никакого усиления сейчас вырезаем ляпушку такую закроем полностью здесь все как бы к этим вот прижмёмся и будет крепенько надёжно снизу будет доступ к болтам здесь дырки распиленные возьмем зажмем рулевачку прихватим шайбы плотные к болтам по дырочке по отверстию и шайбы приварим делаем подкрылки сюда уже с той стороны начали металлические разошвемся вот теперь и подрулевое сделали крепежик уже мощно будет хорошо здесь пластина здесь потихоньку движемся к финишу делаем сейчас вот арки варим подкрылки их называют и здесь не было повырезали нахер видимо облегчали или просто затупили сейчас мы это все обратно варим лучше делать с нуля машину чем после кого-то переделывать здесь вот долепили бы прикрыли надо за стеночку тоже сделать под турбину потому что ну чтобы не лепало на нее свечи накала нашли на дна грелая будем менять сразу все делаем чтоб чутик был наверное будем завтра подрезать парочки потому что на вывороте достает в общем движемся вот сейчас уже движемся вокруг мотора все делаем вот воздуханчик тут был такой кто может знает чего это подскажите чтоб фильтр подобрать заводской ну что здесь был нулевой он валяется болтался тут как говно здесь вот такого узочка выварили патрубочек и турбина сразу расширительный сейчас будем здесь стыкать еще в это плотное пространство надо все воткнуть чтоб все работало и будем подбирать шноркель еще пока не знаю чего может тоже кто больше в этом знает посоветует чего его воткнуть здесь сейчас будем крепеж делать чтобы эта штука не болталась закрепить крышку наверх хотим втулить тоже купил заводскую чтобы она лежала накрывала на моторе пишете свечи накала проверили коллектор поменяли колечко резиновое там электре все поменяли от двинули тормозной цилиндр пока работаем так не кузнечики мы уже подрезаем арочки чтоб на вывороте не терла кузов как мы это делаем мост вывесили одну сторону максимально вверх вторую максимально вниз и руль вывернули вот такая вот ситуация у нас получилось вот вырезали порога немного салона грубо говоря даже не влезли там совсем чуть уголочек и нам повезло что крепеж подушки немного дальше то есть переносить не надо будет это уже одна сторона по западу я думаю там ничего не надо будет резать переднюю часть крыла тоже не надо там доставать не будет движемся покрасил немножечко проставочки грунтом пока мишу не так ржавели вырезали кусок кузова в принципе в салон мы не влазили два с половиной пальца проходит между колесом и кузовом и вот этим крепежом на максимально сжатой подвески эта сторона вверх то вниз режем уже ту сторону там почти заканчиваем это когда дисковые тормоза будем ставить покрасим приставочки порошковой краской само будет надежно сейчас покажем под капотом вот наша подкапот очка он бачок готовы выварили крепеж покрасили все держится красивенько чётенько здесь еще крепеж вот выход будет на шноркель сюда и шноркель я не знаю какой-то будем подбирать или самодельный какой-то делать в общем дойдем до этого расширительный бачок закрепили тоже родной от этого двигателя все крепежи в принципе все красиво влезло поставили крышечку на мотор родную пластиковую чтобы было красиво как у ебан был все разобранное единственное здесь была пирамида такая налепленная которая на тросик на этот тросик все было там еще переделали ее в сторону взяли что крышка стала будем сейчас проводочку уже заводить аккумулятор сзади уже крепеж сделали под ними сейчас я вам покажу аккумулятор будет тут стоять зажиматься барашком будет хоть немного назад веса добавим потому что чувствую я что даже подвесками на работа здесь не будет ни хрена нормально машина легкая движемся на медленно просто очень много своей работы основной типа такого мерседеса сделали в общем первую очередь работа хобби потихонечку доделать задний бампер даже не знаю может его еще меньше сделать чтобы не спутал реально вот столько выступ у него так маленькая машина между сами 2 10 по моему мерил по центрам здесь будем разрезать на 3 части склеивать как будто так вырисовывается картинка как будет самурай выглядеть вот значит бампер вот эти края вот эти края мы подняли лебедку оставили на месте потому что и выше нельзя уже подымать радиаторы вентиляторы не будет вмещаться ну я не думаю что это столь страшно так такая решеточка будет с нержавейки стоять она прикрывает вентиляторы радиаторы все но сейчас этого нету мы сделали ее съемной здесь маленький болтик вот откручивается она вытягивается вверх ну мало ли там керхером помыть или еще какая херня сразу сделали решетки мощные чтобы лед долбить нормально было вот поставили арочки уже подрезали ну как то вот так оно будет так покажу потому что долго целились смотрели как лучше но так вроде ничего будет вот единственная проблема ну вот здесь мы что то сделаем как то металл типа как здесь подвернем как то скроем эту дырку ну бампер проживел и не думаете что мы наверх покрасим все оно потом на пескоструй поедет все покрасится потому что я люблю чтобы было правильно делать здесь вот эти канавки немного видите в самурае тут такие заводские канавочки не знаю что с ними сделать из-за шпаклевателей наверно пошпаклюем их ну здесь арка вот так стала вот так сбоку это смотрится пока оно как то все непонятки потому что видно еще родную арку она выделяется и весь вид портит ну в живую оно вроде ничего так все есть еще так немножечко подрежем вот здесь уголочек если будет затирать потому что здесь уже вырезали кузови еще не пробовали по арке но я думаю она не должна затирать но если что то есть куда срезать вот торцевую часть по задней арке в принципе тоже побороли но здесь такая же проблема вот эти вот канавки выделяются будем шпаклевать подрезали вот так вот сзади ну такое закругление как бы сделали вроде так ничего вот вы видите я маркером дорисовал вот такой вот уголочек ну так повыше на уровне бампера дотянем и так по этому углу сделаем небольшой как бы чтобы оно сливалось аркой и бампер ну как бы гармонично все смотрелось это мы сделаем но посмотрел походил и решил все таки выступ бампера немного урезать то есть вот по метке вот эта вот метка вот это вот лишнее все уберем ну чтоб меньше машина была как бы короче еще ну зачем такой выступ не вижу смысла вот даже если дерево сбить то даже того выступа который останется его достаточно будет ну а потом эти уголочки доварим вот что я вам говорю и будет четко ну думал вначале аж подсюда где-то тянуть такой большой угол дотягивать ну сзади будет бампер такой рахитный смотреться а если маленькие уголочки я думаю красивенько будет сзади уже колесо подымали оно нигде ничего не трет здесь все с зазорами ну как бы так вроде ничего больше пол колеса закрывает но нормально ну что-то будет держать сдерживать какой-то грязь вот такой видон вообще еще чуть отойду назад ну по идее будет прикольно ну бампер немного вот это вот под лебедочку висит ну снизу защиту сделаем там мосты это трожечки прикроется все ну так вроде ничего вот и бампер добили укоротили его края сделали вот такой вот выступ у него теперь маленький ну я считаю что нормальный сделали углы сделали углы такие как бы дизайн такой скажем придумали что вы скажете что вы скажете что вы скажете мне нравится вроде прикольно здесь еще арка не вырезаны вырезаться по ту вроде как прикольно вырезаться по ту ну вырезаться по ту